Маткульт! Привет! Не ждали? Не ждали Михаила Саватеева? А вот он! Колхоз возвращается, сессия сдана. Теперь можно что-нибудь разобрать. Давай, разберем. Значит, Олимпиада ШАД, школа анализа данных. Школа анализа данных. Казалось бы, по информатике, но по информатике задачи там были неинтересные. Зато по математике прям настоящие олимпиадные трушные задачи. Так. Точнее, часть из них. А вторую часть мы просто не будем разбирать. Давай. Ну, первая задача простенькая. Давайте сейчас... Ой, господи. Условия. Условия. Да, значит, условия мне не дали, но я их наизусть вспомнил. Так что что-то может отличаться. Но главное, надеюсь, соблюдено. Значит, задача на разогрев. Дано поле 4х4. Я не видел еще. То есть сейчас я буду свои комментарии делать. Я не видел вообще, даже не заглядывал, не смотрел. Ну, это задача ты решишь уже, наверное, быстро. Так. Значит, есть поле 4х4. Как говорил с легенде, карта некоторого государства. И это государство обладает очень интересным свойством. В каждой внутренней точке... В каждой внутренней точке... В каждой внутренней точке температура — это средняя арифметическая своих соседей 4х. Гармоническая функция, так сказать. Не знаю. Дискретная гармоническая функция. Вот. Так. Соответственно, 4 внутренних точки. И, значит, спрашивается. Измерили температуру на границе государства? Правда ли, что можно внутреннюю температуру однозначно определить по температуре на границе? Вот. То есть, известна температура во всех точках границы. Известно, что внутренние точки средняя арифметическая своих соседей. Да. Вот. Но мы не знаем... Мы не всех соседей знаем, очевидно. Вот. И спрашивается, можно ли однозначно восстановить эти значения. Угу. Так. Это мы уберем. Ну, какая-то вот интуиция физики говорит, что, конечно, да. Ага. Если задать здесь определенную температуру, здесь устаканится тоже в строго определенном виде. Не может быть два варианта. Ну, давай попробую это доказать. Ну, собственно, речь о том, чтобы x, y, z и t восстановить из решения некоторой системы уравнений. Правильно? Да, значит. Вот. То есть, вот у меня... Обозначим внутреннюю температуру x, y, z, t. Вот. То есть, у меня, значит, x равно... Вот это вот. Так. Ну, тут надо какой-нибудь... Давай я их... По кругу будет у меня. b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, да? Допустим. b9, b10, b11 и b12. Угу. То есть, это то, что мне дано. x равно b2... Значит, x... Ну, 4x будем писать. 4x, 4y, 4z и 4t. Вот, я пишу систему уравнений. Да, просто переписываем условия, то, что нам дано сейчас. Да. И получаем 4x равно b12 плюс b2 плюс y плюс z. Да. Но я предлагаю для удобства сразу вот это обозначить своей константой. Ну, потому что какая нам разница? Ну, разницы никакой, да. Сумма каких-то двух констант, это сама константа, поэтому можно не париться. В принципе, да. Ну, хорошо. То есть, думаешь, будет упрощено, если будет c2 плюс... Да. Я просто не знаю. Они независимы. Здесь любые будут. Любые могут быть заданы. Они же... Температура на границе любая. Ну, да. Ну, в смысле, можно ли... С любой температурой вообще совместима вот эта система. Ну, сейчас посмотрим. Да. Короче, папа имеет в виду, что теоретически вот эти вот параметры могут быть одинаковые для разных значений внутри. То есть, ну, то есть, вот этот параметр, например, он может учитываться вот в такой клеточке, да? И вот в такой клеточке. Нет, я не совсем. Нет, я не про это. Я про то, что, может быть, не любые начальные данные вообще сюда можно загнать. Ну, давай, пока будем... Значит, хорошо, давай. Нет, я просто говорю... Значит, 4y равно c2 плюс x плюс t, а? Ты хочешь в зависимости от начальных данных понять, можно... Ну, как бы, да. Ну, ладно, пусть будет. Да, c1, c2, 4z равно c3 плюс x плюс t, ой, чё? А, да. А! И 4t? Только... Равно... А, ну да, да. Да, да, c4 плюс y плюс z. Вот. Хо-хо. Значит, выписали систему. Ну, и замечаем очень приятное свойство. Да? Да, да, да. Так, хорошо. Ну, значит... Ну, это естественно, потому что как раз у нас соседи в шахматной раскраске идут. Да, 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 да. И у этих двух клеток соседи как раз вот эти. Дальше я бы сделал одно из двух. Первый — это кустарный метод. Второй — это профессиональный. Кустарный. Профессиональность стоит в том, что я пишу это в виде 4x минус y минус z равно c1. Ой-ой-ой. 4... Значит, минус x плюс 4y минус t равно c2. Ну, понятно, да. Понятно, да? Минус x плюс 4z минус t равно c3. И проверяем, что матрица не вырождена. Да, совершенно верно. Да, y плюс z минус 4t равно c4. Вычисляю эту матрицу, да. 4 минус 1 минус 1 — 0. Минус 1 — 4 — 0. А минус 1... Ну, короче... Сейчас, давай не мельчить. Давай не будем мельчить. Я хочу сказать следующее, что вот эта система уравнений, как мне кажется, будет иметь ненулевой определитель. И тогда все однозначно устанавливается, и все очевидно. Ну да. То есть, короче, что у нас получается, если просто посмотреть, у нас система линейных уравнений. Четыре неизвестные, четыре уравнения. Значит, можно выписать их в виде матрицы. И как бы теорема какого-то первого курса, видимо, что если у матрицы ненулевой, так называемый, определитель, то решение однозначно. Тут, кстати, четверки очень сильно доминируют остальное. В этом определителе член 4 в четвертой — 256. Да. А следующий по порядку член — это 16 на что-то. Да-да-да-да. И, по-моему, даже можно оценкой получить, что до нуля не догонивается. Да, нормально. Вот, но это научный метод. Да, и это научный. А кустарность — это то, чтобы вычесть отсюда это. Да, а значит, есть метод школьный. Школьный, да. У нас есть две одинаковые суммы. Да-да-да-да. Значит, давайте с ними что-нибудь сделаем. Ну да, ну то есть как бы вычтем из первого четвертого, наверное. Ну. Например. 4 на x-t равно константа там d. Мне кажется, легче прибавить просто. Прибавить? А-а-а! Ой, слушай. В смысле… Сейчас, 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 сейчас. Прибавить что к чему. А! Нет, подожди, подожди. Ну ладно, давай. Я как-то, да, я не вижу, что к чему здесь прибавить. Вычистые, я понимаю. Вот они сократились, да? А 4 на y-t, минус z равно d2. То есть, x-t и y-z однозначно определены уже. Да, мы их нашли. Вот. Вот, но если мы знаем x-t, так, и, значит, сейчас, как бы это сказать, значит, x выразили через t и y выразили через z. Да. Ну, все равно, наверное, нужно дальше подставлять, да? То есть, подставили x, выраженный через t и y, выраженный через z, сюда и сюда, и получилось два уравнения. Ну да. Ну и, наверное, там все сразу. Да, ну, значит, у меня я как раз… Потому что ясно, что это решать можно первым или вторым методом. Да, вот, я делал по-другому, я суммировал. О, расскажи. Значит, ну, не по-другому, а просто у меня был другой кустарный метод. Мне очень понравилось с определителем, что там вот этот член все забивает просто вообще. Да, 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 256 – это очень много. Вот, но у меня был другой кустарный метод. Я сложил вот эти два и вот эти два. А, так. Вот, и, ну, короче, мысль в том, что мы хотим просто сделать новые переменные. Одну сумму вот этих двух, вторую сумму вот этих двух. И найти их. Вот, и если мы сложим, то у нас как раз тут получится 4y плюс z, а равно там что-то… На x плюс t. На x плюс t, да. А, то есть и y плюс z, и x плюс t у тебя… И наоборот. И наоборот. То есть у меня получилось уравнение x плюс t, y плюс z, два уравнения, так как я оба сложил. Из них я нахожу обе суммы, ну, а через сумму я сразу выражаю x, вот эти вот. Они тут просто написаны в таком виде. А, все, 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 да, точно, точно. То есть найдя y плюс z, ты… А, ну, красиво, быстро, очень быстро. Наверное, да. Здорово. Вот, ну, потому что я пользуюсь опять шахматной раскраской. Супер, да, супер. Что же, очень здорово, но эту задачу, конечно, я бы решил, да. Вы, надеюсь, тоже решили. Вторая задача, да? Размялись. Размялись. Теперь начинаем металл. Значит, было две задачи, просто посчитайте что-то на мат ожидания и так далее. Их я даже не считал на Олимпиаде, и мы их не будем разбирать. Ну, да. А вот три оставшиеся были интересные. Ну, для меня я бы их назвал олимпиадными вполне. Вот. А результаты, кстати, уже есть, ты как это написал? Да, 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 конечно. Нормально, да? Все. Да, но у меня там, по-моему, 35 баллов, что ли. Но это суммарно с прогой, правда. Ну, то есть пригласили, да, на какие-то… Да, на совбесы пригласили. Значит… Совбес. Пригласили на совбес. Итак, значит, что, с какой начнем? Давай начнем с самой сложной. Ну, давай. Вторая задача. Самая сложная. Итак, дантор. Тор. Вот. Да. Тут, конечно, так не писали, а писали следующее. Вот синий, видимо, нужно убрать. Убрать. Давай. Да, так. Тор, дан. Давай проверю, что идет. Да. Все. Значит… Done for. Вот. Ну, в условии написали, конечно же, не так. В условии написали следующее. Дана, таблица 4х4. Где-то мы такое уже видели. Где-то видели. В предыдущей задаче мы увидели. Еще больше. Да. На всю доску. Может, тор даже мой сотрешь? Или тор понадобится? Ну. Тор понадобится, да? Я думаю, да. Улыбчивый тор. Так. Значит. Ага. Дана таблица 4х4. В ней расставлены числа. Вот. Ну, что за числа? Ну, понятно. 2013. Ого! 2014. 2015. 2016. Новейшая история вся. 2017 сюда, внимание. Они змейкой заполнили. А, бустрофидон. Че? Это называется «так, как пашен бык» по-греческому. Ага. Бустрофидон. Вот так. Это дедушка открыл где-то. Дедушка Володя открыл, что это называется бустрофидон. Вот два. Выяснили, что я не умею считать. Но ничего страшного. Вот он год, в котором мы живем. Я просто помню, где год стоит. А это год. Это 45 в квадрате. Следующий. А это простое число. А это летит вертолет или какая-то еще хрень. Да, но его не слышно. А, ну да, у нас хорошие микрофоны. Все. Значит, она вот такая табличка. Надеюсь, вы не заскучали. Заполнена змейкой. И, внимание, ее концы склеены. Эффект плюс-минус один. Между прочим, посмотрите. 13 по 28. Вроде как 15 чисел, но на самом деле 16. Да. Значит, и концы у нее склеены. Вот эти два и вот эти два. Да. То есть, по сути, она анатолия. Зачем нам склеивать концы? Потому что у нас опять, кто бы мог подумать, значит, происходит следующий процесс. Каждый момент времени, единомоментно, то есть, вот изначально таблица такая. В следующий момент времени что происходит? Мы берем клетку, и значение в ней заменяется на среднеархметическое ее соседей. Опять! Да, не опять, а снова. Основа. Вот. Ну, значит, каких соседей, спросите вы? Соседи на Торе, скажу я. То есть, через границу. Да. На этот раз у каждого честных 4 соседа. Да, у 2013, вот они соседи. Раз, два, три, четыре. Четыре. И, значит, вопрос. Сейчас я пытаюсь представить. Вот этот сосед живет здесь, а этот сосед, ой, нет. Сейчас, подожди. Вот клетка. Вот у нее сосед, вот у нее сосед. А, да, 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 да. Что-то не то. Не те соседи. Не то. Вот это сосед у нее. Извиняюсь. Вот это, да. Вжух. И вжух. Вжух. Все. Все, значит, исправили. Так. Наверное, поэтому они не писали про Тор. Значит, ну, короче, мысль понятна. Можешь считать, что просто бесконечная таблица, периодическая. И каждый момент времени заменяется на среднеархметическое соседей. Значит, вопрос, есть ли предел в точке, в которой стоит изначально 2024? Вот, то есть стремится ли значение в этой точке, к чему-нибудь? А-а-а! Опа! Вот, это уже задача посерьезнее. Или будет мигание, да, постоянное? Да, либо оно может мигать, может быть, оно вообще никуда не стремится, может быть. Ну, оно как бы, понятно, что здесь период, как бы это сказать. Ну, когда ты среднеархметическое денешь, оно все равно между максимальным и минимальным. Да, ну, может быть, оно между ними как-то. Ну, да, то есть, может быть, хаотическое беспредельщина. Ага. Может быть, какое-то мигание, может быть, просто что-то. Но, тем не менее, две одинаковые позиции когда-то повторятся, и, значит, все равно будет периодическая. Ну, у тебя же действительно числа. Да, но они все между 2013 и 2018. На плане их все равно бесконечное число. А-а-а, они же... Да, у тебя числа действительно становятся. Не целые, да. Они не целые. Ой, я глупо сказал. Да, конечно. Ну, кстати, на первом шаге, видимо, будут или не будут? Ну, не знаю. Ну, в общем, так, да. А, нет, даже на первом шаге не будут уже полуцелая. Ага. Вот какая задача. Слушай, какая задача. Это очень интересная задача, а главное, мне кажется, я решила человек шесть, и примерно у всех разные решения. У меня такое сложилось впечатление. Ты решил, да, ее? Ну, я ее решил вот сейчас пока сидел. Ну, в смысле, я ее дорешал, короче. А, да. Вот. Тогда я над ней думал, но я не смог запрывать некоторый факт. Вот, сейчас доделал. Ну, может, не у всех разные, но там точно много разных идей. Я знаю, как минимум три идеи, как она делается. Одна моя и два друзей. Да. Так. Слушай, даже интуитивно я не могу сказать все-таки. Но интуитивно, в интуитивном везде предел будет. Угу. Интуитивно они все сваливаются. Интуитивно, мне кажется, что во всех клетках предел равен 2020... 2020 с половиной. То есть средняя арифметическая. Да, всей таблицы. Да, значит, первая папа говорит следующую вещь. Сумма не меняется. Да. Вот. То есть, смотрите, сумма от этого процесса не меняется, очевидно. Значит, если предел есть, то он должен быть... Ну, не совсем так. Не совсем, нет. Значит... Если пределы в разных клетках у всех одинаковые, то мы знаем. Может быть, 2020 с половиной, если он вообще существует. Да. Может быть, он в разных клетках разный. Может быть, его вообще нет где-нибудь. В разных клетках разные пределы. Да. Короче, ничего не понятно. Мне как-то вот... Ага. Мне принципиально кажется, что здесь есть какая-то сходимость на основе каких-то... У тебя были уже теоремы о сжимающих отображениях? О! Да. Непродвижная точка, если... Да. Если строго сжимает. Если строго сжимает. Да. Строго сжимает. И это то, что мне приходит в голову, что... Где мы ее использовали? Она вот буквально в этом смесле была, да? Ну, она, например, в дюфуррах. По-моему, в фуре. Решение... А, нет. Дюфуры, да. Решение. Существование решения... Каши. Да. Задачи каши. И вообще это очень важный прием. То есть, я думаю, что здесь есть какое-то сжим... Какое-то сжатие вот в этом вот... Если я беру эти 16... Ну, в 16-мерном пространстве вот это отображение, да? Оно будет сжимающим. Ну, я не знаю, как сейчас это доказать. Ну, разница между максимум и минимум будет уменьшаться. Ну, не совсем. Я о том, что матрица... Или у тебя другая метрика. Матрица, значит, матрица этого отображения из R16 в R16, она будет обладать в некоторой... Ну, как бы какой-нибудь очевидной норме. В какой-нибудь норме, да? Максимум, там, растяжение модуля вектора. Ну, я примерно понял, что ты имеешь в виду. Будет обладать свойством сжатия. И тогда, конечно, будет предельный просто... Давай, чтобы ты не мучился. Значит, я, короче, тоже долго думал, думал. Вот. Как решать вообще такие задачи? Ну, хочется пример поменьше. Значит, 2 на 2, да? Самое тупое, что можно придумать, это 2 на 2. Внимание, сейчас видеосъемка будет... Как это? Прервано... Однажды было... Я помню, в 93-м году мы вернулись домой в октябре. Ага. И... Включили телевизор, маменька помнит. И написано. Вещание, прервано ворвавшееся в здание вооруженной толпой. Что? Вот. Эта такая надпись шла по экрану телевизора. А сейчас мимо нас прошла Надежда Алексеевна Саватеева. Да не выключай, пусть будет. Вот. И я думал, что она бросится сейчас к нам. И тогда это был бы ураган просто. Который мы здесь все смел. Контролируем. Но ничего, она как-то вместе с бабушкой прошла пока мимо. Может быть, она еще забежит в кадр. Да. Значит, короче, чтобы ты не мучился, вот... Допустим, у нас 2 на 2. Да. А значит, я подумал, подумал и придумал вот такой пример. Ага, мигающий, да? 3, 1, 1. Да. Если мы посмотрим на вот такой пример, то, очевидно, среднеархметическое вот этих среди 3, вот этих 1. Да. Вот. То есть на следующем шаге оно превращается в 1, 1, 3, 3. Так что? Нет сжатия. Значит, очевидно, сжатия нет. Да, нет сжатия. Но это... Ну, это нам ничего не говорит про наш конкретный случай. Это говорит, что не получится в... Первая версия... Не получится унифицированной. Не получится унифицированной. Да, угу. Таааак. Теперь нужно понять, как бы у нас такой случай или не такой случай. Да. Вот. Ё-моё. Ну, давай я пока сотру, Тор? Да. Ну, вы думайте, я тут тупо не устаю. Я даже не знаю. Соследие, это очень сложная задача. Первый, что я... Я ее решал час. Ну, и соследие у меня были, конечно, очень много идей, но я не смог довести ни одну. Ну, да. Ну, наверное, давай тогда рассказывай, потому что так сходу, да, не могу понять, что еще сказать. Ну, значит, первое наблюдение. Какой у нас вообще тут случай? Заметим, что какие клетки учитываются при одном шаге? Соседние, да? Конечно. Ну, соседние и только они. Да. Значит, значение зависит от соседних клеток. Ну, короче, довольно естественная идея сделать шахматную раскраску. О-о-о! Вот. Соответственно... Слушай, давай сделаем, да? Если мы навесим на эту штуку шахматную раскраску... Я вот таким плохо пишущим. Ой, мне кажется, это лучше не... Я хочу маленькую версию здесь создать. Так, ладно, да. Да. Значит, если мы навесим шахматную раскраску, то заметим... Следующий факт. У нас не только сумма не изменяется значений, но и сумма... Ну, как бы... Если мы возьмём чёрные клетки... Да. То, ну, на самом деле, у нас вот эта сумма, которая была на чёрных клетках, она переместится на следующем шаге на белые клетки. Да! Ну, довольно понятно, да. Довольно понятно. Ну, то есть, мы берём вот это среднеарипническое, оно перемещается сюда. Значит, все чёрные перемещаются на белые, а белые на чёрные. То есть, у нас две вот таких суммы не меняются. О-о-о! А-а-а! Слушай! Но это ещё не всё, конечно. И они разные здесь, да? И, значит, почему у нас вообще заполнение змейкой? Ну, потому что в заполнении змейкой у нас... Ну, у нас каждая белая клетка больше, чем каждая чёрная. Ну, или наоборот, видимо. Точно! То есть, если мы возьмём... Ух ты! Сумма вот таких значений, 2013, 15, 17. Каждый из них будет меньше, чем значение своего соседа. Да, причём даже ясно, на сколько. То есть, суммы разные. Суммы разные, отличаются на 8. Да, отличаются на 8, но даже не важно, на сколько. Главное, что, значит, эти суммы каждый раз меняются местами. Да, да, да. Значит, в клетке, которой было 2024, сначала будет первая сумма, как бы соответствует, потом вторая, потом первая, потом вторая. Да. Казалось бы, уже всё плохо, но на самом деле нет. Мы доказали, что она не может во всех клетках сходиться. Да? Да. Если она сходится во всех клетках, тогда она должна сходиться в каждой клетке к среднему арифметическому. Вот, на среднее арифметическое мигает. Да? Да, то есть она не может быть... Но теоретически она может... А может быть, чтобы в одних клетках один, а нас... Нет, подожди. Теоретически оно, смотрите, что может. Оно может просто вот в этой клетке... Вот, давайте... Нет, а если просто сумма пределов вот этих равна суммы... А-а-а! Это не может быть. То есть в пределе всё равно... Так, сейчас, значит, и так. Я предлагаю рассмотреть значения вот в этих клетках. Да. Они будут перемещаться между раскрасками. То есть на следующем шаге они будут вот на белых клетках. Да. Но сами значения, их сумма сохраняется. Вот. Да. И вот если... Смотрите. Сумма, да. Если вот эти вот значения, если сумма... Если значения на вот этих плавающих клетках сходятся во всех клетках... Да. Тогда они будут сходиться к разным числам. Потому что вот эти суммы разные, по белым и по чёрным. Да? Тогда сходимость не может быть по клетке, да? Ну, как бы сейчас... Ну, то есть не может быть. Смотрите. У нас есть понятие клетка, которая плавает. Она так... То есть мы можем смотреть на значение, которое стояло здесь. Тогда в следующем шаге оно будет размазано по белым клеткам. Да. Потом по чёрным. Вот. И если мы будем смотреть, например, предел через два... Как бы это формально сказать? Да. Давайте скажем предел через два. Да. Предел через два. То есть каждые две клетки. Каждые два хода. Да. Тогда, смотрите, тогда у нас чёрные остаются на чёрных за два хода. Да. Вот. И если вот предел через два хода у нас существует в каждой клетке... Да. То он будет у чёрных и у белых разный, потому что у них сумма разная. Да. Вот. Но тогда, соответственно, через один предел, тот, который нам хочется, не будет, потому что он будет мигать туда-сюда. Но если предположить, что общий предел есть, то предел через два тоже есть. И всё. Да? Нет. Это предел суммы. Смотри, во-первых, я тут очень... По сумму, да? Я тут очень... Наверное, да? Да. Значит, во-первых, так. Если общий предел... Общий предел не существует по следующей причине. Общий предел суммы. Общий предел во всех точках. Во всех точках, да. Во всех точках. Нет. Ну, вообще... Да-да-да, во всех точках. Да. Потому что если бы существовал предел в каждой точке, тогда предел существовал бы у суммы значений в белых точках отдельно и у суммы значений в чёрных точках отдельно. Ну, да. Тогда бы этот предел был равен пределу через один. Взятому. И там, и там. Ну, да. Пределы через один разные. Да-да-да. И поэтому тогда бы мы сразу получили, что предела нет, потому что через один он бы мигал. Да. Ну, короче, тут немножко сложно говорить, но идея понятна, что вот у нас через два сумма не меняется. И если есть предел через два, то через... Ну, если есть предел через один, то через два тоже будет, а через два он не будет, потому что он меняется. Да. Но тут есть тонкий момент. Круто, круто. Мы доказали, что не может во всех точках одновременно быть предел. Да. Вот. Дальше есть несколько подходов. Значит, ну, что делал, например, мой одногруппник-тополог Никита Андерсов. Он рассмотрел следующее. Он рассмотрел группу симметрий стора. Значит, он взял все симметрии тора и сказал, что если мы взяли какую-то симметрию и в какой-то точке сходится, то в точке, которая симметрия переведет, тоже будет сходиться. Так, а группа симметрий, при этом учитывающая шахматную раскраску? Ну, в смысле, там, всякие... Ну, в смысле, вот у нас вот эти 16 клеток на торе, мы берем как бы какие-то преобразования, которые переводят вот эту вот табличку в себя, но по-другому. Ну, например, мы просто вот так перевернули ее, условно говоря. Вот. Да. И, значит, Никита говорит, что... Ну, я идею рассказываю, у меня другое решение. Никита говорит, что если у меня в какой-то точке сошлось в одной... Да. В частности, в 2024. То когда мы возьмем симметрию, у нас... Мы все преобразования через эту симметрию прогоним, и получится, что в точке, в которую эта точка переведена симметрией, тоже сойдется. Я пытаюсь понять. Дело в том, что симметрия же заменит исходное состояние этих чисел. Ну, то есть я, допустим, сдвинул тор, но заменил... У меня же начальные данные после этого другие. Как же это за аргумент такой интересный? Валидный ли он? Ну, в смысле, я его не очень корректно излагаю, потому что я идею саму спросил. Ладно, давайте так, Никита, да, пусть... Мысль должна быть примерно такая. Ну, а симметрия переводит... Я ее до конца не осознавал, это правда. Ну, короче, мысль в том, что мы хотим доказать, что если мы симметрию перевели с какими-то там... с какими-то соображениями, то в другой точке тоже сойдется. А потом мы находим группу симметрии, которая действует транзитивно. То есть мы переводим точку во все другие точки тора и говорим, что тогда если в одной сошлось, то и во всех сошлось. Да, я примерно понял, я не могу сейчас довести это на ума. Да, но это набросок, я его тоже не доводил. Уже ясно, что ответ нет, нет предела. Да, у меня метод более олимпиадный. Значит, мы должны доказать, что как бы сходится через два, да? Ну, есть предел через два. То есть я хочу доказать, что отдельно, если возьмем черные клетки, то по ним будет сходиться. Через два? Да, и тогда, соответственно, как мы уже показали, он не будет сходиться через один. Не может сходиться так, будет мигать, да, все равно. Вот. Но мигаем сейчас, но мигать где? В какой точке? В любой? А я хочу сказать, что он будет сходиться везде через два. А, в каждой точке будет сходиться через два. Значит, в частности, в каждой он не будет сходиться через один. Да, а почему может быть вот это конкретно, 2024, 2024, 2024? А если он сходится во всех точках, он сходится к какому-то значению. Это значение среднеархметического черных клеток. А, в смысле, ты хочешь сказать, что у всех черных клеток через два предела один и тот же? Через два предела один и тот же. Ну, он во всех сходится, значит, один и тот же. А, нет, ну, я фигню сказал, наверное. Ну, короче, да, к одному и тому же сходится. Короче, я просто доказываю, что он относится к среднему арифметическому. Если не доказываешь, что да, тогда все, тогда все будет доказано. Тогда, собственно, ответ даже нам понятен. Это будет мигающая среднеархметическая, то там, то там. То есть та же, как здесь. Но нужно доказать, что вот эта штука действительно сходится в каждой клетке по черному, ну, в каждой черной клетке к одному и тому же. Офигеть. Вот. А, значит, как я это делаю? Ух ты, блин. Вот другой человек, например. Фантастика, да. Алексей Станин. Если вы про него что-то слышали. Он доказывал, он просто полуинвариант нашел и доказал, что он, типа, стремится к нулю. Полуинвариант. Вот. Ну, я так делать не буду. Ага. Значит. Так. Я говорю следующее. Очень круто. Слушай, какая красота. Кто такое выдумывает? Да. Давайте посмотрим на процесс с другой стороны. Давайте посмотрим не что в клетку попадает, а что из клетки уходит. Так. То есть мы знаем, что клетка — это средняя альфематическая соседей. Да. Но на это можно смотреть по-другому. Давайте считать, что каждый ход клетка раздает свое содержимое поровну всем соседям. А, именно поровну, да? Да. Как бы. Да. То есть, смотрите, мы просто… в этой клетке есть значение а, то мы а на 4 отдадим каждому из своих соседей. Так. Вот. Вот. В таких терминах очень удобно думать. Почему? Потому что через n шагов… Что у нас будет через n шагов? По сути, если у нас есть какая-то клетка, значение в ней, оно всегда складывается из-за значений… ну, понятно, из значений всей таблицы, да? Вот. Но если мы возьмем другую клетку, то сколько из этой клетки перейдет вот в эту? Какой вклад вот эта клетка перенесет через n шагов вот сюда? Ну, это просто количество путей. А-а-а! О-о-о! Как красиво! Вот. Причем пути могут быть какие-то через… через тор идущие, понятно? Да-да-да-да-да. Вот. То есть, короче, я говорю, что… И не самые кратчайшие, то есть, какие угодно. Ну, длины ровно n. Да, да-да-да. Нет, длины ровно n. По сути, можно это смотреть так. Мы переходим куда-то и делим наше значение на 4. Снова переходим и делим на 4. Вот. И, соответственно, у всех переходов будет общий знаменатель 4 в степени n. Да. Вот. А вот сколько раз из вот этой клетки перейдет сюда? Это количество путей отсюда вот сюда длины ровно n. Да. Вот. В каждом пути мы по одному разу используем букв… ну, не по одному. Сколько-то раз используем буквы u, d, l и r? Да. Вверх-вниз, направо-налево. Да. Вот. Это, соответственно, на очередном шаге, куда мы передаем содержимое. Вот. И, значит, если мы сможем оценить количество путей, то мы сможем понять, какое… из каждой клетки, то мы сможем понять, какое значение в этой клетке сейчас находится. Шикарно. Вот. А теперь, значит, ключевое соображение. Что хочется сказать? Хочется сказать, что когда пути становятся очень длинные, их становится примерно поровну. Да. Вот. Из всех клеток. Да, понятно. Если из каждой клетки будет путей примерно поровну, то значит, оно стремится просто к среднему арифметическому вот этих вот значений в клетках. Ну, я снова всё смотрю через два, только почётно. Через два, да. Вот. Ну, сейчас, давайте я нарисую, чтобы было чуть понятнее. Шикарно. Не, ну, в принципе, уже всё понятно. Давайте через два хода. Ну, дальше всё надо доказывать, конечно, но в целом понятная идея. Значит, что будет через два хода давайте нарисуем. Вот у нас клетка. Тогда сколько у нас путей в эту клетку за два хода? Смотрите, отсюда два. Да? 1 2. Да. Ну, понятно, отсюда 2, отсюда 2, отсюда 2. Внимание, отсюда тоже 2. Да. Потому что вверх можно на 2 пойти, а можно вниз на 2 пойти. Да. Вверх на торе то же самое, что 2 вниз на торе. Да, да. Вот, ну, отсюда 0. Да. А отсюда 4. Вот, потому что туда-сюда, туда-сюда. Да. Вот. Ну, оно уже довольно близко к равномерному, но, понятно, вот это что-то забивается. Тут 2 тоже, да. Ага, да. Ну да. Вот. Хорошо. Теперь давайте это как-то формализовывать. Значит, вот пусть обозначим H, ну давайте H и T житое, допустим, это количество путей из клетки в нашу. Вот. Тогда вклад будет H и T житое делить на 4 в степеника. Значит, я хочу доказать, ну я же, я хочу доказать, что путей примерно поровну, да? Вот. Но это для черных клеток, опять-таки, через 2. Тогда я хочу доказать, что просто вот это отношение стремится к 1 восьмой. А-а-а, да, конечно. Вот. Если я докажу, что вот это отношение количества путей к вкладу стремится к 1 восьмой, то просто это будет 1 восьмая на эту клетку плюс 1 восьмая на вот эту плюс 1 восьмая на вот эту. То есть буквально их среднеаристические. Буквально среднеаристические, да. Вот. Ну, значит, как я это доказываю? Значит, сейчас... Класс. Вот примерно все вот это я придумал на Олимпиаде, а вот как доказать дальше... Ну, ты записал, да? То есть ты записал все, что придумал. Мне дали какую-то, типа, половину баллов мне дали. Вот. Про количество путей, значит, то, что я не додумал. Вот. Но это тоже довольно гениально, я считаю. Значит, мы хотим, чтобы путей было примерно поровну, да? Да. Ну, что мы можем заметить? Какие у нас есть варианты? У нас есть варианты идти вверх-вниз, есть варианты идти вправо-влево. Значит, идти вверх-вниз и вниз-вверх одно и то же, да? Это просто мы на месте остаемся. Конечно. Ну, еще у нас есть варианты идти как бы два раза наверх, два раза вниз. Да. Вот. То же самое справа-лево. Да. Короче, я сейчас подвожу к тому, как это можно придумать, но, честно говоря, ну, там, наверное, нужно просто сидеть и думать, а потом придет озарение. Значит, давайте рассмотрим, значит, пути — это строки, да? Из букв U, D, L, R. Да. Давайте рассмотрим все строки, в которых есть хотя бы два... хотя бы две буквы вот такого вида и хотя бы две буквы вида L, R. Да. Вот. Значит, вот у нас строчка. И я хочу сделать объекцию на вот таких строчках. То есть я хочу сказать, что вот строчка вот такого вида поровну для всех клеток. А-а-а! Тех, где есть хотя бы две U, хотя бы две D, хотя бы две L и хотя бы две L. Почему? Давайте мы их отметим. Вот у нас буквы, где стоят U или D. Вот у нас буквы... А-а-а! Тебе достаточно под... Давайте мы... Да, мы просто... Смотрите. Берем строчку, берем путь какой-то. Отмечаем первые две буквы U, D и первые две буквы L, R. Да. Теперь смотрите. Если мы на вот эти места поставим буквы L, L или R, то это будет как бы переход на два влево или на два вправо. Да. Ну, то есть... Да. Короче, просто на два влево. А если мы сюда поставим буквы L, R и R, L, то это будет оставаться на месте. Да. Здесь два варианта, здесь два варианта. То есть в половине случаев мы переходим на два вправо, а в половине случаев остаемся на месте. Угу. Вот. То же самое с буквами U, D. Да. Вот. А дальше, значит, оставшаяся строчка у нас одинаковая. То есть мы как бы берем класс эквивалентности вот таких строчек по вот этим четырем позициям. Значит, на этих четырех позициях мы ничего не пишем, а все остальные мы фиксируем. Да. Вот. И, значит, все остальные нас куда-то привели, а потом мы можем равновероятно либо подвинуться на два вверх, либо остаться на месте, и равновероятно либо подвинуться на два вправо, либо остаться на месте. Да. И, естественно, у нас получается, что мы равновероятно придем либо останемся, либо придем сюда, либо сюда, либо сюда там. Ну да, ну да. А таких путей становится все больше и больше, естественно. Да, смотрите, значит, для всех строчек такого вида, вот мы разбили на классы эквивалентности, и внутри них есть биекция просто между путями, которые оставляют и не оставляют. Остальных просто очень мало. А потом, а тех, у которых меньше двух букв, ну, например, UD, ну, понятно, что их порядка 2 в степени K. Очень мало, да, просто очень мало, да. Вот, а всего 4 в степени K, то есть это стремится к нулю со свистом. Со свистом, да. Ну да, можно на 2 где-нибудь домножить, еще что-то, ничего не поможешь. Все ясно, значит, действительно, пути перемешиваются. Значит, пути становятся примерно равномерные. И органические теоремы, что-то в этом духе. У вас было уже случайные процессы там всякие? Нет, было это вот, на третьем курсе. Короче, ты уже готов к изучению этой науки. Надеюсь. Ты сам... Супер просто, блин, вот это вообще, да, но это я не уверен, что я решил бы. Ну, я ее не решил так-то. Да. Ну что, приступим к следующим, да, ты еще 2, да, разберем? Да.